Санитарная эпидемиологическая ситуация Гражданами вернувшихся из отпусков установленного режима, согласно которому при выходе на работе в обязательном порядке требуется соответствующий ПЦР и соблюдение мер, которые должны исходить из мер безопасности каждого гражданина, которые связаны с самоизоляцией. В Молданском районе зарегистрировано 13 случаев, по 10 случаев продолжает фиксироваться в Мирненском и Беконском районе, 8 случаев фиксируется в Санитарском районе. Уважаемые жители Республики Сахая-Кути, обращаю внимание на то, что в результате погодных условий нам действительно достаточно сложно сегодня работать непосредственно санитарной авиацией, поэтому основная помощь в таких районах, в которых мы тяжелых больных, как правило, вывозили в наши центры, оказывается через телемедицинские консультации. В Мирненгримском и Чуропчинском районе по 5 случаев, в Вилюйском, Ленском, Татинском и Хангаласском по 3 случая, в Ангинском, Мегино-Хангаласском и Намском районах по 2 случая. Необходимо обратить внимание на достаточно устойчивое, постоянное выявление количества случаев в Ангинском районе, и, к сожалению, вновь появилось большое количество случаев в общей массе за неделю в Мегино-Хангаласском районе. По одному случаю фиксируется в Алайховском, Горном, Кобяйском и Салданском районах. Если исходить из характеристики заболеваний на территории республики, то необходимо обратить внимание, что большинство заболеваний фиксируются в семьях, и часть заболеваний есть в местах совместного проживания граждан, коллективного совместного проживания граждан. За сутки нами проведено 3164 исследования, поступило 315 555 доз вакцин. Первую вакцину в республике уже получили 289 225 человек. На территории республики использовано 92-14% от общего объема вакцины, поступившие в республику. Во всех поликлиниках республики у нас присутствует вакцина, за исключением тех поликлиник, в которых вывести вакцину мы не можем в силу природно-климатических условий, связанных с пожарной обстановкой в республике. Министерство здравоохранения совместно с Министерством транспорта отслеживает логистику поступления вакцины. Учреждения здравоохранения на местах ведут соответствующий список. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, я напоминаю, что с понедельника, с 15 августа 2021 года, в соответствии с постановлением главного санитарного врача по республике Саха-Якутия, будет непосредственно осуществлено, работодатели обязаны будут осуществить отстранение без сохранения заработной платы работников, которые не прошли вакцинацию. Соответственно, начатые после подобного рода действий относительно работодателей будут совершены проверки, которые проведет Управление Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. В связи с чем, обращаю ваше внимание на то, что по действующим нормативам, по действующим методическим основаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, есть три категории лиц, к которым относятся беременные, кормящие дети. И, соответственно, у нас лица, которые имеют медицинский отвод в силу непереносимости компонентов, которые входят в саму вакцину относительно данных граждан, и граждан в том числе переболевших, которые непосредственно до шести месяцев, должен быть применен непосредственно режим, как правило, удаленной работы.